Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Серж Сарксян с открытым письмом обратился к лидерам США, России и Франции. Вот на фотографии третий президент Армении. Сейчас ознакомлю, что здесь пишет армянское издание, касающее писем. А Рей Каратюнян уже обращался к Путину, Путин пока не отвечает. Сейчас уже третий президент Армении решил повторить попытку и обратился к лидерам США, России и Франции. Третий президент Армении, лидер оппозиционной республиканской партии Армении Серж Сарксян с открытым письмом обратился к лидерам США, России и Франции по поводу установления Азербайджаном блокады в Карабахе. В письме адресовано президенту США Джо Байдену, президенту РФ Владимиру Путину, президенту Франции Эммануэлю Макрону. Это самый Сарксян призвал их остановить гуманитарную катастрофу в Карабахе. Длящаяся уже более 7 месяцев блокада Карабаха начала отнимать жизнью стариков и детей, простых людей, единственная вина которых в том, что они родились, живут на своей земле и на земле своих дедов и что они любят жизнь, отметил бывший армянский лидер. Приведя пример недавней гибели двух малолетних карабахских детей, пытавшихся отыскать свою мать, ушедшую в город в поисках еды для пропитания. Что-то уже такой голод, Сарксян там говорит, что у них уже матери уходят в город пропитания, чтобы дети не умерли с голоду. Оказывается, двое умерли. Недавно я выпустил ролик, что у них в ресторанах полно еды в Ханкинде и там продуктов хватает. Шикарные такие блюда в ресторане продаются. Что-то он тут, мне кажется, врет. И вот что еще он заявил. Сегодня физическое существование 120 тысяч карабахцев в прямом смысле слова находится под угрозой. Мы с каждым из вас по многим поводам говорили о прошествии. В 1915 году был геноцид армян. И спустя 108 лет мы очень близки к повторению этих ужасающих событий современными методами, отметил Сарксян. В общем, армяне намекают, что Ильхам Алиев устроил им геноцид. Они сравнивают Ильхам Алиева с Гитлером. У них там гетто и все. А сейчас они умирают с голоду, все эти карабахские армяне. И вот он пишет письмо к Байдену, Путину, Макрону, прежде всего, как к руководителям стран. Сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Сарксян, имея в виду нынешний премьер-министр Армении Никола Пашиняна, сделал утверждение о том, что последний сегодня точно не имеет мандата. Народа Армении, Карабаха, признание в составе какой-либо страны, то есть Азербайджана. А со стороны Карабахца абсолютно не имеет мандата самоволично решать их судьбу. Он говорит, что Пашинян решил их судьбу, и все эти заявления Пашиняна под собой не имеют основы, типа, все это нелегитимно. Обращаюсь к вам, как к лидерам стран, являющим носителем бесспорной институционной памяти. Сегодня, в отличие от властей Армении, в ваших структурах есть серьезные специалисты и знатоки карабахского этого процесса, которые владеют всеми тонкостями, хорошо осредлены об этих этапах. В общем, он намекает, что Пашинян вообще не разбирается в истории Карабаха, и обращается к этим американцам, французам, русским, что они, мол, знают эту историю Карабаха, и пускай они, специалисты эти, историки, разрешат эти вопросы, чья это территория, Нагорного Карабаха. Они считают армяне, что это их земли, типа, Сарксян говорит, что надо привлечь историков, политиков, там, кто в эти сто лет назад, пускай доказывают, что это, типа, армянская земля. Так, я обращаюсь в этой форме, потому что у меня сейчас нет средств прямой связи с вами. Формата визитов, отдельных бесед отсутствует, очень слабо действуют наши партийные каналы. Ну, он хотел, типа, обратиться, поехать, но он никто сейчас в Армении. Его вообще считают, этого Сарксяна, бывшим каким-то. Обращаюсь, чтобы сказать, что сейчас Карабахе, это настоящая, типа, ужасная катастрофа. Обращаюсь, чтобы просить дать Карабаху возможность жить. Для меня величайшая трагедия, что годы назад мы обсуждали решение, по которым Карабахцы достойно жили в своей стране. А сейчас говорим хотя бы о возможности выжить, типа, что скоро у них уже начнут умирать все. Прошу вас остановить гуманитарную катастрофу. Я верю, что вы можете это сделать. Так, заставьте диктатора. Это намекает на Ильха Малиева. Открыть дорогу жизни, превративший убийство армян в образ жизни фашиста. Он наживает Ильха Малиева фашистам. Не может постоянно игнорировать четкие послания серьезнейших международных структур и стран. Остановите бедствия. А, в общем, надо, типа, гарантировать права человека в Карабахе. Типа, вот как это он формулирует. Затем переходите к усилиям найти дипломатические решения. Прошу вас, завтра может быть поздно. Подчеркнул третий президент Армении, сэр Сараксян. Сейчас американцам, вот он, к лидерам США, Байдену, не до Карабаха, я вам скажу. Американцам сейчас важно продавать оружие странам НАТО. Сейчас там этот самый Лукашенко Вагнер себе подтащил на границу Польши. И американцы стали продавать миллиарды долларов Польше оружия. Чтобы Польша защитила от вагнерцев. Так что Сараксяну, чтобы, как бы сказать, надо обратиться к Америке, чтобы Америка им продавала оружие. Потому что недавно я сделал ролик, где Пашинян считает, что скоро может начаться война с Азербайджаном. Так что эти пустые заявления не стоит делать. Американцы только делают бизнес на войне, понимаете? Они зарабатывают на войне. Сейчас идет Россия, напала на Украину. И за счет этого они продают странам НАТО оружие на миллиарды долларов. Так что это бизнес. Война это бизнес. Это деньги. Поэтому эта война будет длиться еще много лет, я считаю. Пока есть бизнес, пока миллиарды долларов идут в казно Америки, она будет поддерживать всю эту войну до потери пульса. И вот теперь Сараксян пускай обращается к лидерам США, Байдену, пускай им продают американское оружие. Американцы, да, скажут, о, продадим. Мы вам, армянам, все продадим. Миллиарды долларов готовьте. Будете воевать тоже до конца. Может год, два, может пять лет, пока там вас всех не уничтожат. Так что России сейчас похер на этот Карабах. Путина там сейчас не до Карабаха, а Франция это там политическая проститутка Макрон. У него там революция была, а Франция ему сейчас не до этого. У него там власть висела на волоске, кое-как подавили эти бунты. Так что зря Сараксян спишет эти письма. Никто не будет сюда лезть в Карабах, потому что все признали, что Азербайджан это территория Карабаха. Здесь и Турция на стороне Азербайджана. А никто не будет влазить в этот конфликт Азербайджана, Турции. Никто не будет воевать, потому что Азербайджан продает на миллиарды долларов Европу газ и нефть. И никому не выгоден конфликт с Азербайджаном. Так что армяне могут забыть об этом, вот этой Карабахе, об этом участке земли. Карабах это Азербайджан, во всем мире давно это признали. Вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.